Казачок, дружба, крымский розовый, десятки сортов слободеев. Это фестиваль винограда. Все лучшие сорта винограда на фестиваль привез Виктор Чебан. Он из Терновки. Виноградарством занимается больше 15 лет. Каждый год старается вырастить новые сорта. Не все получается. Коррективы вносит погода. Но все же удивить слободейцев удалось. У нас, скажем, можно... Вот дружба, да, очень вкусная, мускатная. Он универсальный. Ландыш, допустим, тоже очень хороший. Это Нимгранд. Тоже поздний срок созревания, как бы, да, очень приличный. Но даже эта громкость, это не рекордсмен, да? Да, есть еще и побольше до трех килограмм, три с половиной килограмма. Приехали виноградари со всего района. Из Чебручка, Рогаша, Ближнего Хутора. Здесь не просто продают концерт в каждой лавке. Очень вкусный. И Молдова, и Белый, и Пальчики. И Пальчики самый вкусный. Очень понравилось. Вы впервые на таком фестивале? Ну, я здесь уже давно не живу, но когда приезжаю, прихожу. Ну, давно не была, мне очень нравится. Очень аутентично, традиционно, хорошая музыка, танцы, веселые люди. Дома, ну, как всегда, хорошо. Впервые на фестивале выставка граната и инжира. Привезла семья Косюга из Незавертайловки. Здесь просто огромная очередь. Какие сорта привезли? Пока только галюшу. А, и узбекский, правда, съели. Как он называется, мы не знаем. С Узбекистана нам прислали. Он, если галюша, гюлейша, он кисло-сладкий обычно, то узбекский, он приторно-сладкий, без кислинки. Он даже зеленоватый, он сладкий. Собирать гранаты начнут в конце октября. Именно тогда фрукты созревают. А вот сажать такую культуру советуют в ноябре. Очень удивлена, очень. Я, во-первых, не ожидала. Вот муж подошел и взял инструкцию по выращиванию граната, потому что у нас тоже есть огородик. И мы хотим тоже, может быть, приобрести и посадить такое деревце. Любите все семьи? Обязательно. И внуки любят, и дети все любят. И если у нас такое чудо произрастает, это как к этим не воспользоваться? А на улице Фрунзе ярмарка «Покупай Приднестровская». Здесь можно купить абсолютно все. От деревянных сувениров, мягких игрушек и кукол ручной работы до мяса, сыров, меда, фруктов и овощей. На ярмарку приехала швейная фабрика «Интерцентр Люкс». Здесь новая коллекция курток и пальто. Слободейцы утепляются. Шубу под норку. Это что-то новое увидели? Конечно, даже мне понравилось. Очень, очень понравилось. Я такую давно хотела, конечно. Вот сейчас купила. Доступна по цене? Пенсию получила, трачу. Для себя, любимая, как же. Надо обязательно подарочки покупать. На ярмарке выставка мастеров. Вязание, вышивка, плетение бисером. Есть и прототипы героев кино. Например, это панатаман Таврический и свадьбы в Малиновке. А здесь торгуют сырами. С плесенью и без. Твердые и мягкие. С прованскими травами. На любой вкус. Готовят их супруги Войтко из Суклеи. Маленькое производство дома. На ярмарку привезли новинку – швейцарский сыр. Люди выбирают самые вкусные. Потому что для нас они все вкусные. Это все. Это наш труд, наш вклад, наши старания. Они все вкусные. Поэтому как бы… Это пряные сыры. Это сыры называются бельперкноли. Это вообще швейцарский сыр. Швейцарцы его делают в горьком перце. Но мы делаем также в прованских травах, мы делаем в паприке. Это вкусные пряные сыры. Ну и какая ярмарка без танцев и песен. На концерте выступили артисты из сел со всего района. Затарились, закупились. Все, что надо. И овощи, и травы. Что нужно обязательно для здоровья семьи. Что там еще? Для закатки, для заморозки. Все, что надо. Ну, все, что хотели. Все, что хотела. Даже больше. Следующая ярмарка «Покупай Приднестровская» пройдет 26 октября в Дубосарах на площади Защитников.